Кавказ «Цементу» 50 лет. Сотрудников современного промышленного крупного предприятия Юга России поздравил глава Карачаева Черкесии. Как побороть амброзию, специалисты Россельхознадзора продолжают обследовать фитосанитарные зоны республики, где произрастает этот опасный сорняк. Интерактивная фотовыставка «Карачаева Черкесия. Гостеприимный горный край» открылась в самом центре Москвы, а она знакомит с нашим уникальным регионом. А те, кто уже был на прекрасных курортах нашего региона, приедет сюда обязательно еще раз, как отдыхают туристы в высокогорном и живописном Донбай. Здравствуйте на телеканале Россия 24, Вести, Карачаева Черкесия. Глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов поздравил с полувековым юбилеем со дня основания руководителя Владимира Сокольцова и сотрудников предприятия «Кавказ Цемент». Предприятие входит в состав холдинга «Цемрос» и на сегодняшний день является одним из крупных технологичных и современных промышленных предприятий Юга России, которое обеспечивает в регионе не только высокую занятость с достойным уровнем оплаты труда, но и является одним из крупнейших налогоплательщиков республики. Продукция завода «Кавказ Цемент» используется при возведении социальных, спортивных, культурных объектов в стране, в том числе и на новых российских территориях. Рашид Тимрезов выразил благодарность всем сотрудникам и в честь юбилея завода вручил грамоты и благодарственные письма. Звание заслуженного работника промышленности Крачева-Черкесии присвоил Виктору Варичеву, который работает в «Кавказ Цемент» со дня его основания. Он пример преемственности и производственных традиций на заводе. На предприятии «Кавказ Цемент» работает замечательный коллектив, здесь выросло не одно поколение тружеников, отметил глава. «Предприятие сегодня является одним из самых крупных налогоплательщиков. То, что работает уже давно профессионально слаженный коллектив с достойной оплатой труда, на мой взгляд. Ну и, конечно же, участие и холдинга, и самого «Кавказ Цемента» в благотворительной деятельности, и в помощи, которую сегодня оказывают предприятия нашим ребятам, которые участвуют в социальной военной операции. Ну и, конечно же, ваше участие и помощь творческим, спортивным, культурным коллективам, участие в благоустройстве общественных территорий. Ну, много можно говорить, конечно, у вас. Поэтому, конечно же, хотелось бы вспомнить о тех людях, которые у истоков стояли, нашего цемзавода. Это поздравить и ветеранов, которые всю свою жизнь посвятили практически работе на цемзаводе. Ну и уверен, что на этом холдинг не будет останавливаться. Уверен, что еще и, наверное, пора какую-то модернизацию делать, технологического комплекса всего. Поэтому, уверен, что это все будет. Хочу пожелать вам успехов и дальнейшего развития. Специалисты регионального управления Россельхознадзора продолжают обследование фитосанитарных зон республики на предмет произрастания опасного карантинного сорняка амброзии полнолистной. За сбором проб в Амбазинском районе наблюдал корреспондент Артур МХЦ. Амброзия – это сильный аллерген, амброзия полнолистная. С ним бороться очень тяжело, потому что одно растение может выпустить до 100 тысяч штук семян. И семена могут находиться в ожидании до 40 лет. Представители регионального управления Россельхознадзора ежегодно обследуют все 48 фитосанитарных зон Карачаева-Черкесии общей площадью 230 тысяч гектаров. Их задача – выявить опасный карантинный сорняк до того, как он успеет выпустить семена. Бороться после будет куда сложнее. Очередная выездная проверка специалистов ведомства в Амбазинский район. Сразу за псыжом вдоль автодороги от Черкеска до Ставрополя они обнаружили довольно большую территорию произрастания амброзии. Чтобы определить, действительно ли это то самое аллергенное растение, необходимо взять пробу и отправить ее на экспертизу. Должностное лицо выезжает по месту на участок, проходит, смотрит. Если у него есть предположение, что амброзия полнолистная, он отбирает пакет, запаковывает в сейф пакет, оформляет и отправляет в лабораторию, в пятигорский филиал в НИИКРО. После подтверждения, если будет подтверждение, что это амброзия полнолистная, то при получении заключения должностное лицо будет объявлять предостережение человеку, которому принадлежит участок земли. К слову, даже после 40 лет пребывания в земле, семена амброзии затем могут вырасти до размеров опасного карантинного сорняка. Поэтому после выявления растения необходимо обработать гербицидами. Препарат пройдет через листовую пластину и дойдет до корневой системы, после чего амброзия погибнет. Артур Макцелий Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия, Абазинский район. В самом центре Москвы открылась интерактивная фотовыставка Карачаева-Черкесия «Гостеприимный горный край». Экспозиция знакомит жителей и гостей столицы с уникальными природными данными региона, которые предоставляют самые широкие возможности для всесезонного туризма, спорта и активного отдыха. Колоритные и интересные снимки рассказывают о достопримечательностях республики, известных курортах, уникальные памятники архитектуры X века, такие как Шаанинский храм. Возведенные прямо в горах здесь соседствуют с научными объектами. В республике расположен Насао Ран, которая является самым крупным в стране астрономическим центром наземных наблюдений объектов Вселенной. Горноложные склоны и потрясающие по своей красоте водопады, горные вершины, озера с кристально чистой ледниковой водой, спрятанные высоко в горах Карачаева-Черкесии, есть чем удивить своих гостей. К каждому снимку прикреплен QR-код, считав который, посетители выставки смогут перейти на сайт и узнать более подробную информацию о туристическом объекте. В экспозицию вошли 50 фотографий, выставка продлится до 1 сентября. В летние дни укрыться от зноя, почувствовать прохладу можно в горах. Курорт Домбай прекрасен в любое время года и привлекает туристов из разных уголков России и зарубежа. О летнем Домбай Альхан Лепшоков. Необузданная красота дикой природы украшает эти удивительные места. Эти живописнейшие склоны манят к себе многих любителей отдыха в горах. Несмотря на то, что в летний период горнолыжный спорт не актуален, на склоне можно полюбоваться красотой горных вершин и подышать свежим воздухом. Домбай, безусловно, является жемчужиной курортов Северного Кавказа, куда едут отдыхать туристы со всей России и даже и зарубежья. Отдых просто шикарен. Много красивых гор, много снега, много ручейков. Прям дыхание завораживает. В Крыму есть скалы, которые находятся у моря. Здесь моря нет, но здесь есть большие скалы, и это уже другая атмосфера. Потрясающий воздух, классная энергетика, красивые, добрые люди и очень вкусные хачаны. Невероятные виды, атмосфера. И мы узнали, что здесь видно Эльбрус. Очень красивые горы, и самое главное, что воздух чистый. Сев на канатку, мы с нашей съемочной группой поднялись на самую высокую точку снежного склона. Пред нашим взором предстает гора Домба-Юльген, а вдалеке белеет могучий Эльбрус. Глаз радуется, видя эту красоту, и особенно приятно, что нас встречают гостеприимные люди, отмечают отдыхающие. Вообще, конечно, очень красивые места, местный колорит, я не знаю, люди очень приятные. В принципе, впервые в этом районе, поэтому, конечно, вообще, мне кажется, незабываемо, и останутся впечатления до конца жизни, вот, фотографии и прочее у себя. Родственники были, бабушки с дедушками еще давно ездили в свою молодость сюда, вот. Поэтому, как бы, было целью, так сказать, вот в этом году воплотили. Я приехал из Лондона, Великобритания, и мне здесь очень нравится, потому что виды, природа, а в Лондоне такого нету, потому что там мегаполис. Вот как ты ощущаешь себя на высоте трех тысяч метров? Ну, нормально, тут воздух очень свежий, и хорошо. Дамбай прекрасен не только в зимний период, но и в летний. Мы находимся на высоте более трех тысяч метров. Отсюда открываются живописнейшие пейзажи. Здесь можно подышать свежим воздухом, ну и сфотографироваться на память. Аслан, иди сюда, давай сфотографируемся. Олег Малхожев, Вести Карачаева, Черкесия, Дамбай. Зарядка со стражем порядка в реабилитационном центре «Надежда» для несовершеннолетних прошла всероссийская акция. Организаторами мероприятия выступили сотрудники МВД по Карачаево-Черкесии, а также активисты регионального объединения детей и молодежи «Движение первых». Подробнее Майя Хамдухова. В реабилитационном центре «Надежда» самое спортивное утро. Развлекательное мероприятие в рамках всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка». У детей разминка перед небольшим состязанием по армрестлингу, спортивным играм и различным мероприятиям. Утреннюю гимнастику для ребят провела Белла Батчаева, инспектор ПДН ОМВД России по Черкесску. Неоднократная чемпионка мира, Европы и России по армспорту. Она провела мастер-класс, показав детям технику борьбы. Также отметила, что подобные мероприятия очень важны для несовершеннолетних детей, чтобы прививать им любовь к спорту. Данные мероприятия проводятся с целью поддержания здорового образа жизни. Также привить детям любовь к спорту, для того, чтобы дети максимально знали, что такое зарядка. Также каждое утро делали зарядку. Организаторами выступили сотрудники МВД по Карачаево-Черкесии, Ведомственный общественный совет, а также активисты регионального отделения Общероссийского объединения детей и молодёжи «Движение первых». Они и предложили ребятам поучаствовать в игре на командообразование, которое направлено на сплочение коллектива. В ходе игры дети отгадывали загадки, проявили смекалку, находчивость, быструю реакцию и умение справляться со сложными задачами во время соревнований. «Движение первых» Председатель общественного совета при МВД по Карачаево-Черкесии Джамал Тибуев напомнил ребятам, что занятие спортом не только укрепляет здоровье и улучшает физическое развитие, но и формирует характер и силу воли, придаёт хорошее настроение, воспитывает дисциплину. «Это мероприятие проводится ежегодно. Что касается его значимости, мы хотели бы, чтобы дети, особенно такие дети, которые находятся здесь, в центре «Надежда», связывали свою жизнь с физкультурой. Многие из них могли бы связать свою жизнь со спортом, поэтому недооценивать данное мероприятие нельзя». В завершении спортивного состязания представители общественного совета вручили дипломы самым активным участникам, а каждой команде сладкие призы. Дети, в свою очередь, поблагодарили гостей за увлекательное мероприятие и поделились своими впечатлениями. «Как вам сегодняшнее мероприятие? Как вам разминка?» «Очень хорошо». «Что вы сегодня делали?» «Отжимались». «Приседали». Далее в нашем эфире программа «Сила права». Наш корреспондент Белла Джазаева встретилась со старшим помощником прокурора республики Еленой Дармаграевой и старшим помощником прокурора республики по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Ратмиром Баташевым. Тема сегодняшней программы – противодействие коррупции.